Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию сообщение на тему повторно-молекулярно-генетическое тестирование на момент прогрессирования, значение для практики. Дело в том, что мы являемся свидетелями существенного прогресса в изучении и потенциальных мишеней для терапии мелкоклеточного рака лёгкого. Три десятка лет назад стало известно о роли драйверных мутаций в гене Кейрас. Десять лет назад появились сведения о роли активирующих мутаций в гене ИГФР, и это стало одним из факторов развития так называемой индивидуализированной таргетной терапии. В настоящее время мы являемся свидетелями подробного молекулярного портрета немелкоклеточного рака лёгкого, которая сама по себе группа гетерогенная содержит, включает в себя большое количество различных злокачественных новообразований. И существенный тот факт, что значительная доля злокачественных опухолей, молекулярной особенностей и драйверной мутации в настоящее время ещё не изучены, и это является предметом дальнейших исследований. В то же время вы можете наблюдать, насколько далеко шагнула лекарственная терапия немелкоклеточного рака лёгкого, речь идёт исключительно о таргетной терапии, и в качестве примера приведено количество препаратов, которые являются высокоэффективными при наличии активирующих мутаций гений рецептора эпидермального фактора роста. Данный слайд демонстрирует изменение подходов и изменение тех предикторов, которыми пользуется онколог для принятия решения, какой вид терапии выбрать для себя. И данный слайд в первую очередь важен для патологоанатомов, начинающих, которые развиваются и становятся, поскольку некоторые патологоанатомы с трудом представляют роль и место со времен патологической анатомии в клинической онкологии. Посмотрите, с середины 70-х годов до 2000-х годов определение гистотипа рака лёгкого было важно клиницисту исключительно с точки зрения рак-не-рак. Это объективная данность, и чтобы мы не говорили о важности прогноза и всего прочего, для мультидисциплинарной команды, для выбора лекарственной терапии, роль морфологического диагноза была ничтожна. С середины 2000-х годов определение гистотипа рака лёгкого и, в частности, выделение среди первичных злокачественных новообразований рака лёгкого двух групп мелкоклеточного рака лёгкого и немелкоклеточного рака лёгкого являлось той вилкой, которая позволяла выбрать различные стратегии терапии злокачественной опухоли. Это тот единственный момент, в котором значение морфологического диагноза способно было повлиять на выбор терапии злокачественного образования. В настоящее время ни гистологический тип, ни паттерн, ни особенности сочетания компонентов и либо преобладания одного из подтипов в той же самой динокарциномии для выбора лекарственной терапии не имеет никакого значения. В настоящее время генетический статус определяет тактику и, будь то назначение ингибиторов теразинкинас или ингибиторов АЛК, для этого необходимо проведение конкретного молекулярного теста и молекулярный портрет будет определять и будет являться предиктором эффективности таргетной терапии. Если мы предположим, а что же завтра в недалеком будущем, мы можем предположить, что не только молекулярный портрет, но и его изменения в динамике будут оказывать влияние на тактику, и в частности тактику лечения после прогрессирования заболевания на фоне приема ингибиторов теразинкинас. Обратите внимание, более 10 лет известно подробно изучена мутация, ассоциированная с чувствительностью к лекарственной терапии. В то же самое время, чуть позже, были выявлены мутации, ассоциированные с лекарственной устойчивостью, в частности мутация в гене рецептора эпидермального фактора роста Т790Н. Она встречается у 5% больных, которые раньше не получали ингибитора теразинкинас. И данное явление получило название первичной резистентности. Но более чем 60% случаев наличия мутации Т790Н причина приобретенной резистентности к ингибиторам теразинкинас при наличии активирующей мутации гене рецептора эпидермального фактора роста. С одной стороны, это консервативная мутация в отличие от ИЛК. Функционально она изменяет баланс связывания с АТФ. И определенное клиническое значение имеет предсуществует данная мутация или она появляется дунова. И данное событие открывает само по себе новое поле для работы патоморфолога. В данном контексте патоморфолог является членом мультидисциплинарной команды. Поскольку для того, чтобы выполнить молекулярный тест и оценить молекулярный портрет опухоли, участвует большое количество людей. В частности, исследование должен назначить врач-химиотерапевт. Выполнить манипуляцию должен хирург с участием эндоскописта и специалиста лучевой диагностики. Патоморфолог или цитолог должен обработать должным образом микропрепарат, получить, выделить опухолевые клетки, качественно выполнить микродисепцию. И желательно в неизмененном состоянии или с минимальной деградацией доставить нуклеиновые кислоты пациента от самого пациента к молекулярному генетику. И это новое поле деятельности патоморфолога, мне кажется, является более перспективным, чем все то, чем занималась патанатомия в предыдущие десятилетия. Предметом для исследования, в частности мутации в гене Т790М, является опухолевая ткань. И не имеет никакого значения это гистологический препарат или цитологический препарат. Кроме того, определенные перспективы связаны с использованием не только опухолевых клеток, полученных из опухолевого узла, но и использованием таких биологических жидкостей, как плевральный выпад и макрота с приготовлением соответствующих цитологических препаратов. Кроме того, в последнее время появилось большое количество публикаций с использованием периферической крови больного для оценки молекулярного портрета злокачественного новообразования. Говоря о требовании гистологического материала, то есть патоморфолог выполняет микродиссекцию. Мы знаем, для того, чтобы выполнить микродиссекцию для исследования мутации в гене рецептора эпидермального фактора роста, молекулярному генетику в некоторых случаях достаточно и 5% опухолевых клеток. То есть контоминация неопухолевыми элементами может составлять 95%, и при этом генетик сможет правильно оценить молекулярный портрет опухоли. В данной ситуации при оценке молекулярного статуса Т790М необходимо, чтобы оптимально было не менее 50% опухолевых клеток и минимально 20%. В качестве источника, не имея значения места забора, это может быть как первичное новообразование, так и метастаз. Кроме того, не имеет никакого принципиального значения, какое время препараты находились в архиве патологоанатомического отеления, либо они были выполнены на этапе диагностики. Кроме того, известно, что опухоль с мутацией Т790М – это результат клональной селекции всего-навсего одной мутантной клетки. И гетерогенность внутриопухоли может наблюдаться либо в одном узле, в этом случае речь идет о внутриопухолевой гетерогенности, либо если наблюдается различный генетический профиль в различных очагах метастазирования, то в этом случае говорят о межопухолевой гетерогенности. Кроме того, статус Т790М, выполнив биопсию, например, из данного метастатического поражения, мы можем прийти к неверной оценке статуса всего заболевания в целом. Поэтому, оценивая результат, полученный из опухолевых клеток конкретного метастатического узла, мы должны думать о том, что в иных метастатических поражениях может наблюдаться иная молекулярная картина заболевания. Говоря о требованиях к цитологическим препаратам, поскольку микродиссекция может быть выполнена и из цитологических препаратов, не имеет значения, идет ли речь о мазках, о цитоспинах или цитологических блоках. Любой препарат используется для оценки молекулярного портрета опухоли. Не имеет значения особенности процедуры, просто выполняется фиксация окрашивания, либо это полный цикл при выполнении цитоблока. И также не имеет никакого значения тип процедуры и особенности хирургической манипуляции, при помощи которой получены опухолевые элементы. Необходимо отметить, что на цитологическом препарате патоморфолог или цитолог, выполняющий микродиссекцию, должен выявить участки, которые должны содержать не менее 200 опухолевых клеток. Тот, кто сталкивается с данной проблемой и занимается проблемой микродиссекции, прекрасно знает, что в некоторых ситуациях поиск опухолевых клеток в цитологическом препарате – это весьма трудоемкое занятие. И найти и выявить участки с опухолевыми клетками на фоне выраженной неопухолевой контоминации весьма сложно. Но мы должны это учитывать и выявить достаточное количество опухолевых очагов в цитологическом препарате. Таким образом, мы не занимаемся противопоставлением цитологического и гистологического метода в аспекте использования для оценки молекулярного портрета, поскольку имеются сопоставимые результаты мутационного анализа. К недостаткам цитологического метода можно отнести то, что на цитологическом препарате мало материала, гораздо меньше, чем в гистологических блоках. Вследствие этого могут возникнуть некоторые трудности включения пациентов в клинические исследования. А также, если гистологические препараты могут быть использованы повторно для выполнения повторной микродиссекции, то цитологические препараты содержат сколько есть опухолевых клеток на стекле. Повторить данное исследование будет невозможно. С этой точки зрения перспективными представляются методы малоинвазивной диагностики, когда исследуются циркулирующие опухолевые клетки, циркулирующие молекулы нуклеиновых кислот и экзосомы периферической крови больного. Следствие различных причин, в частности секреции нуклеиновых кислот опухолевой клеткой, запрограммированной клеточной гибели вследствие апоптоза и вследствие, например, вторичного сосудистого некроза, нуклеиновые кислоты неизбежно попадают в микроциркулиторное русло и могут служить объектом исследования для оценки молекулярного портрета, в том числе и мутации Т790М. Данный метод получил название жидкостной биопсии, который позволяет анализировать циркулирующие опухолевые клетки и свободно циркулирующие нуклеиновые кислоты, при этом может быть использована как кровь, так и моча. Очевидным преимуществом данного метода является то, что тестирование плазмы крови позволяет исследовать нуклеиновые кислоты из всех клонов опухоли при условии ее гетерогенности. Это очевидное преимущество по сравнению с стандартной биопсией. Обратите внимание на результаты сравнительного исследования чувствительности тестирования мутации гена ИГФР в плазме. Исследование IPAS продемонстрировало результат чувствительности, который составил 43%. Он не совсем удовлетворял ожидания, поскольку это несколько ниже, чем ожидалось. Прошло какое-то время, улучшились условия технологий и чувствительность в последующих исследованиях составила 65%. То есть, если в гистологических препаратах мутация присутствовала в 69 образцах, а в плазме крови она была детектирована в значительно меньшем количестве наблюдений. Но это является уже достаточным процентом для того, чтобы рекомендовать данную методику к использованию в практическом здравоохранении. Другое дело, что существуют серьезные технические условия, которые должны быть соблюдены для отправки плазмы крови для определения мутации в гене рецептора эпидермального фактора роста. В частности, должна быть соблюдена соответствующая емкость. Это специальная пробирка, которая должным образом в течение определенного времени центрифугируется, после чего должное количество плазмы помещается в специальную пробирку. При определенной температуре и в весьма короткие сроки этот объем плазмы должен быть доставлен в референсную лабораторию. Таким образом, преимущества и недостатки методов приведены в данной таблице. Конечно, перспективы малоинвазивной диагностики очевидны с использованием циркулирующих нуклеиновых кислот. Поскольку материал, доступность его существенно выше, данная методика позволяет оценивать и учитывать внутриопухолевую гетерогенность, которая неизбежно возникает при прогрессировании заболевания, несмотря на то, что клиническая значимость гистологических и цитологических образцов опухоли несколько выше. На слайде представлен алгоритм использования разного типов материала для молекулярно-генетического тестирования. Конечно, предпочтительно использование гистологических препаратов. Если нет возможности выполнить биопсию, можно использовать цитологические препараты. Но дело в том, что при прогрессировании заболевания не всегда возможно выполнить биопсию, не всегда это удобно выполнить. Узлы могут быть расположены в таком месте, где невозможно выполнить биопсию, либо отсутствуют какие-либо технические возможности. В этом случае возможно использование свободно циркулирующих опухолевых нуклеиновых кислот, плазмы к крови, несмотря на то, что в данном случае высота выше частота ложно-отрицательных результатов. Таким образом, увеличение мутации Т790М на момент прогрессирования имеет существенное клиническое значение. Есть значительные шансы, что анализ плазмы окажется информативным. При этом необходимо учитывать, что нужно ставить контрольный тест на исходную мутацию с целью контроля. И если тестирование плазмы оказывается неинформативным, то рекомендуется получать цитологический образец из очага рецидива. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Александр Лекович. Вопросы у нас сразу есть. Спасибо, Дусь, за доклад. Не очень поняла про определение ДНК опухолевых клеток в матче. Поясните, пожалуйста, еще раз. То есть, вы сказали, что равнозначно как в крови, так и в моче можно определять опухолевые ДНК. Правильно? Да, конечно. Тогда оттуда следует второй у меня вопрос. Если кровь так сложную, там, транспортирует... А, во-первых, как Евгений Наумович нам утром сегодня говорил, что для того, чтобы определить мутации, должна быть определенная масса опухолей, достаточно большая для того, чтобы в кровь она попадала, это аденокарцином, тогда насколько это равно, анализ крови равен анализу мочи? И третий вопрос. Тогда не проще ли мочу дешевле, скорее всего, чем забор крови, центрифугирование, заморозка и так далее, и как транспортировать мочу? Ну, просто я первый раз с этим столкнулась, что в анализе мочи можно определять генетический материал опухолей. Большое спасибо. Вопрос, да, больше о чувствительности, специфичности жидкостной биопсии в данном случае из материалов крови и из мочи. И эти данные действительно давно уже представлены, минимум как два года, возможность для определения активирующих мутаций, в том числе в моче. Ну, вот тут речь идет о чувствительной специфичности в отношении получения материала к тканям, крови и к моче. Спасибо за вопрос. Я лично не занимался проблемой транспортировки биологических сред, являясь участником мультидисциплинарной команды на несколько ином этапе, но я затруднюсь прокомментировать конкретные значения, но очевидно, что публикации, посвященные использованию мочи, были представлены действительно в течение последних трех лет. И очевидный ориентир все-таки на использование периферической крови как более объективный метод, поскольку существует значительная доля публикаций, в котором последовательно увеличивается доля, процент чувствительности, процент соответствия молекулярного портрета в опухолевых клетках, полученных в гистологических препаратах, и контроль и соответствие молекулярного портрета нуклеиновых кислот, которые попали в периферическую кровь при выполнении манипуляции жидкостной биопсией. Но окончательный все равно для нас референс – это определение ткани, наличие активирующих мутаций. Если их нет, не определяется в крови. Окончательный референс – это ткань. Конечно, вы решайте необходимость проведения либо тонкоигольной биопсии с получением цитологического препарата, либо, если позволяет, техническая возможность на состоянии больного выполнения биопсии. Да, еще вопрос. Русакова, Маргарита, город Москва. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, если исследование плазмы, исследование крови на мутации имеет столько преимуществ, есть ли вероятность, что в будущем, когда метод будет еще более усовершенствован, мы полностью откажемся от использования гистологического или цитологического материала для исследования мутации? Большое спасибо за вопрос. Об этом говорил с утра Евгений Наумович, поскольку в данном контексте использование периферической крови возможно в том случае, когда присутствуют нуклеиновые кислоты, в том числе опухолевых клеток. А в ряде случаев это возможно только в тех ситуациях, когда диссеминация опухолей имеет значительный характер. Поэтому противопоставлять эти методы пока не представляется возможно. Спасибо. Еще вопросы? Маленькая ремарочка. Я просто хотела снизить степень категоричности первичного тезиса. Безусловно, наличие таргетируемых мутаций определяет тактику. Но если они отсутствуют, тогда все-таки патологу на сегодняшний день придется сделать его кропотливую и трудоемкую работу. Спасибо. Да, я согласен с Анной Сергеевной. Наличие активирующих мутаций не отменяет гистологическую верификацию заболевания. Спасибо, Анна. Спасибо большое. Очень интересный доклад. И буквально у нас осталось несколько минут. Мы как раз с Никитой Евгеньевичем сейчас сидели и обсуждали роль ПЭТ-КТ в первичной диагностике рака лёгкого. Чтобы у нас было понимание, что такое ПЭТ-КТ. Ну, представьте себе, живую молекулу глюкозы, в которой инкорпорированный затоп. Любая пролиферирующая клетка, будь то специфическая пролиферация или не специфическая, она активно поглощает глюкозу. Следовательно, мы увидим процент накопления. То есть у нас возможны ложноположительные результаты. В идеале мы сейчас говорим вообще в целом о фармакоэкономической целесообразности, о назначении таргетных препаратов. И мы в ряде случаев не всегда считаем наши деньги. Для первичной диагностики компьютерная томография сконтрастируема достаточно специфичный и чувствительный метод. А использование ПЭТ-КТ в данной ситуации нам могут дать ложноположительные результаты. И наибольшая целесообразность применения ПЭТ-КТ на сегодняшний день – это стодирование и рестодирование лимфопролиферативных заболеваний. Либо использование ПЭТ-КТ, когда мы говорим о солидных опухолях, с целью определения жизнеспособности очагов. Потому что при первичной диагностике мы можем получить ложноположительные результаты. Воспалительные изменения в легочной ткани, в лимфоузлах достаточно часто. Поэтому наиболее оптимально, если мы считаем наши деньги именно в пору, когда мы говорим о космосе, молекулярной генетике, таргетных препаратов, химиотерапии, то ПЭТ-КТ имеет чёткий настоящий момент показания. Ещё раз подчёркиваю, рестодирование и стодирование лимфопролиферативных заболеваний. Либо мы когда определяем жизнеспособность, мы видим очаги при солидных различных заболеваниях. И мы должны понять, целесообразна ли циторедукция в данной ситуации или нет. Никита Евгеньевич, Вы разделяете данную точку? Да. Спасибо. Спасибо.